Здравствуйте, дорогие ребята! Мы начинаем изучение нового предмета естествознания. Тема нашего урока «Окружающий нас природный мир. Как можно изучать тайны природы?» Сегодня на уроке мы узнаем, что такое наука и какие науки изучают природу и космос. Поговорим о том, с помощью чего изучает окружающий мир. Узнаем о великих ученых, которые внесли свой вклад в развитие естественных наук. Человек с древних времен стремился раскрыть тайны окружающей его природы. Он с интересом наблюдал за солнцем, луной, звездами, за воздухом, за водой, за животными, за растениями. Человек старался найти связь между небесными телами и природными явлениями. Например, отчего происходит затмение солнца? Почему лето жаркое, а зима холодная? Почему гремит гром, сверкают молнии, идет дождь? Еще первобытные люди начали накапливать знания о том, что их окружает. По мере развития человечества этих знаний становилось все больше и больше. Люди стремились как можно глубже познать окружающий мир. Постепенно возникали и стали развиваться различные науки. Одни из них исследуют природу, другие – жизнь людей, их духовный мир, историю, культуру, экономику. Природу в старину называли естество, поэтому науки о природе получили общее название естественной науки. Они изучают разнообразные тела, вещества и явления природы. Вещества – это то, из чего состоят тела, а явления – это любые изменения, происходящие в природе. Рассвет и закат, молния и гром, растворение вещества, таяние льда, кипение воды, полет стрекозы, смена времен года – все это примеры природных явлений. Познакомимся с основными науками о природе. Астрономия от греческих слов астрой – звезда, номос – закон. Астрономия – это наука о небесных телах. Она изучает их строение, состав, движение в космическом пространстве, происхождение. Мир небесных тел, пожалуй, кажется нам особенно таинственной частью природы. И, наверное, каждый, не раз вглядываясь в далекое, завораживающее звездное небо, чувствовал себя и всех людей, и всю Землю маленькой частичкой огромного необъятного мира Вселенной. Астрономия уже раскрыла многие загадки Вселенной и продолжает их разгадывать, поражая воображение людей новыми открытиями. Физика от греческого слова физис – природа. Физика изучает разнообразные явления природы, со многими из которых мы часто сталкиваемся в повседневной жизни. Например, движение тел, изменения, которые происходят с телами при их нагревании, охлаждении, а также электричество, звук, свет. Именно физика отвечает на вопросы, почему сверкает молния и гремит гром, как возникает эхо, что такое радуга. Но физика не только объясняет то, что можно увидеть в природе, она является основой техники. Без знания физики невозможно создать ни автомобиль, ни самолет, ни холодильник, ни подъемный кран, ни компьютер. Трудно даже представить, какой бы была наша жизнь, если бы не существовала науки физики. Химия. Происхождение названия точно неизвестно. Возможно, от греческого слова химевсис – смешивание. Химия – это наука о веществах и их превращениях. Вы уже знаете, что тела состоят из веществ. Вода, кислород, углекислый газ, сахар, крахмал, поваренная соль – все это примеры веществ. Сейчас их известно очень много, несколько миллионов. У каждого вещества свои свойства. При определенных условиях из одних веществ могут возникать другие. Так в превращениях нет никакого чуда или волшебства. Благодаря химии люди научились получать в лабораториях и на химических заводах те вещества, которые нужны в хозяйстве или в быту. География. От греческих слов «гео» – «земля», «графа», «пишу». География – еще одна наука о земле. Название ее в переводе с греческого языка означает «землеописание». Действительно, география описывает нашу планету. Какие на ней есть океаны и материки. Моря, озера и реки. Низменности, возвышенности и горы. Какие страны, города и села возникли на земле. Какова жизнь, хозяйство населяющих нашу планету народов. Очень многие вопросы изучает география. Как видите, они касаются не только природы, но и жизни, хозяйственной деятельности людей. Природу земной поверхности изучают один из разделов географии – это физическая география. От греческого слова «физис» – природа. Геология происходит от греческих слов «гео» – «земля», «логос», «наука», «учение». Геология – это наука о земле, о ее форме, строении, составе и развитии. Отдельные разделы геологии изучают горные породы, минералы, ископаемые остатки организмов, движение земной коры. Без геологии невозможен поиск месторождений полезных ископаемых. Биология происходит от греческих слов «биос» – «жизнь», «логос» – «наука». Биология – это наука о живой природе. Без живого нельзя представить себе нашу планету. Разнообразные существа, такие как бактерии, простейшие, грибы, растения, водоросли, заселили океаны и сушу, равнины и горы, почву и даже глубокие таинственные пещеры. Мы и сами – часть живой природы. Биология отвечает на многие вопросы. Какие живые существа есть на Земле? Сколько их? Как устроено и работает живое тело? Как размножаются и развиваются организмы? Как они связаны между собой и с неживой природой? Экология. Термин происходит от греческих слов «экос» – «дом», «логос» – «наука». Экология возникла как часть биологии, но сейчас о ней все больше говорят как о самостоятельной науке – науке о природном доме человечества. Слово «экология» часто звучит по радио, телевидению, появляется в газетах и интернет-источниках. Это связано с тем, что наш природный дом оказался в опасности. Чтобы его сберечь, каждый человек должен хотя бы немного быть знаком с экологией. Экология – это наука о взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей их средой. Это наука о взаимодействии человека и природы. Ребята, а сейчас мы поговорим о естествоиспытателях. Ученых, изучающих природу, называют естествоиспытателями. Знания о природе, добытые трудами очень большого количества ученых, естествоиспытателей, живших в разное время и в разных странах. Среди этих ученых есть великие, которые внесли в науку огромный вклад. Интерес человека к природе возник в глубокой древности. Еще первобытные люди начали собирать сведения о растениях и животных. Например, о том, какие растения съедобны, о повадках животных, на которых приходилось охотиться. Со временем накапливалось все больше и больше сведений о разнообразии растений и животных нашей планеты. Возникала даже путаница в их названиях, потому что строгих правил, как давать живым существам научные названия, не было. Особенно трудно стало ученым разных стран понимать друг друга. Одни и те же растения и животные назывались у них по-разному. Нужно было привести в порядок все знания о разнообразии организмов. Эту огромную работу проделал в XVIII веке шведский ученый Карл Линей. Линей дал каждому виду растений и животных название, состоящее из двух слов, причем на латинском языке, понятным ученым разных стран. Все организмы он распределил по группам, то есть предложил классификацию организмов. Она была принята учеными всего мира и использовалась много лет. В XIX веке жил и работал великий английский ученый Чарльз Дарвин. Он был убежден, что растения и животные не всегда были такими, какими люди их видят сейчас, что они изменяются с течением времени, постепенно приспосабливаясь к разным условиям жизни на Земле. Дарвин сумел объяснить, как это происходит. В природе выживают те организмы, у которых признаки приспособленности к окружающим условиям проявляются хотя бы чуть сильнее, чем у других. Если эти признаки организмы передают по наследству, то в их потомстве тоже выживают более приспособленные. Так постепенно и появились боярышник с его колючками, цапля с ее длинной шеей, крот с ногами-лопатами, черепаха с ее панцирем, кузнечик зеленого цвета и все другие современные виды растений и животных. Огромный вклад в науку внес русский ученый Владимир Иванович Вернацкий. Он создал учение о биосфере. Биос, как ты помнишь, переводится как «жизнь». А греческое слово «сфера» означает «шар». Значит, биосфера – это шар жизни, а точнее говоря, оболочка жизни, одевающая наш земной шар. В нее входят сами организмы и среда их обитания. Учение о биосфере имеет огромное значение для развития экологии, для охраны природы нашей планеты. В 1514 году польский священник Николай Коперник наблюдал за Солнцем и Луной, изучал взгляды древних мыслителей и современников, а также с помощью математических расчетов выяснил, что в центре Вселенной находится Солнце, вокруг которого вращается Земля и все остальные планеты. Звезды относительно неподвижны, но из-за того, что Земля вращается вокруг своей оси, совершая полный оборот за 24 часа, кажется, что звезды движутся. Для того, чтобы изучить падение тел, итальянский ученый Галилео Галилей, бросая с башни Пиза одновременно два шара, сделанные из чугуна и камня, убедился, что оба шара достигают Земли одновременно. Галилей выдвинул гипотезу, то есть предположил, что птичья пёрушка упала бы с башни одновременно с тяжелыми шарами, если бы не мешал воздух. Проверка научной гипотезы на опыте – это путь к достижению истины. Предположение Галилея было проверено после изобретения воздушного всасывающего насоса. Для этого внутрь длинной стеклянной трубки с одним запаянным концом положили свинцовый шарик, пробку и птичье перо. Когда перевернули трубку, то увидели, что свинцовый шарик упал раньше пера. После этого откачали воздух из трубки и повторили опыт. Теперь было видно, что в разреженном воздухе свинцовый шарик и перо упали одновременно. Таким образом, посредством опыта гипотеза Галилея была подтверждена. Позднее английский физик Исаак Ньютон разработал теорию, которая объясняла, как и почему предметы падают на Землю. Была осень. В садах многих добрых граждан, вживших по соседству со скромным домиком Ньютона, деревья ломились под тяжестью спелых яблок. Все было готово к сбору урожая. Ньютон увидел, как на Землю упало очень аппетитное яблоко. Немедленной реакцией Ньютона на это событие типичной для человеческой стороны великого гения было перелезть через садовую изгородь и сунуть яблоко в карман. Отойдя на приличное расстояние от сада, он с наслаждением надкусил сочный плод. Вот тут его и осенило. Без обдумывания, без предварительных логических рассуждений в мозгу его блеснула мысль, что падение яблока и движение планет по своим орбитам должны подчиняться одному и тому же универсальному закону. Не успел он доесть яблоко и выбросить огрызок, как формулировка гипотезы о законе всемирного тяготения была уже готова. Ребята, можно сделать вывод, что на протяжении тысячелетий человек изучает природу. Природа обладает большим разнообразием, поэтому ее исследует не одна, а несколько наук. Наука – это интеллектуальная деятельность человека, благодаря которой он постигает окружающий мир, получает новые знания. Науки, изучающие природу, называют естественными науками, а люди, профессия которых связана с этими науками, – это физики, биологи, химики, географы, астрономы, экологи. Между естественными науками существуют связи. Например, изучая жизнь организмов, биологам необходимо знать, как дышат и питаются живые существа. В этом помогают физика и химия. Знания о том, в каких естественных условиях живут организмы, предоставляет география. Понять, как на организмы влияют Солнце и Луна, помогают физика и астрономия. Современные исследователи природы используют значительно больше научных методов. Но среди первых были наблюдения, эксперимент, измерения. Итак, ребята, мы можем подытожить нашу работу на уроке. Мы узнали о том, что такое наука и какие науки изучают природу и космос. Поговорили о том, с помощью чего изучает современный окружающий мир. Узнали о великих ученых, которые внесли свой вклад в развитие естественных наук. Ребята, надеюсь, урок вам понравился. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова